да мы в прямом эфире уже ли всем здравствуйте всем добрый день сегодня снова хотели с вами поговорить насчет сборов цели и задачи сборов да если сейчас уже подключились если есть какие-то вопросы мы до заранее тоже говорили что будет происходить прямой эфир вот можно задавать да тема у нас сборы первый сбор баку в июне уже совсем близко хотелось бы по июню сказать уже записались свои на июне на июль казань но хотелось бы уделить внимание именно июню потому что билетов остается очень мало то есть билеты на 16 17 с командой уже закрыты то есть осталось теперь билет и команда летит 18 числа с нашим это кто из казани планирует с нами да это если кто из казани хотят лететь с команды это именно для тех родителей которые они могут например самостоять не могут отправить поехать с ребенком они могут самостоятельно то есть его привести отправить уже с нами то есть на это на эти на эту дату это именно 18 число то есть 18 июня билеты еще есть на их осталось очень мало поэтому торопитесь потом многие конечно пишут мы его попозже в конце мая то есть извините вы можете не успеть там что билет вообще не осталось часто нам задают вопросы по распорядку дня на на сборах распорядок дня на сборах у нас примерно таков что богу что в казани будет у нас завтра примерно 8 утра после у нас будет зарядка либо же у нас наоборот зарядка до завтрака им после зарядки идем на завтрак после завтрака у нас примерно час перерывы и мы идем на водную тренировку водная тренировка у нас длится полтора часа, на воде мы в основном разбираем, работаем над техникой спортсмена, после утренней тренировки у нас обед плюс сончас, и вот на вечернюю тренировку у нас как бывает вода, также вместо водных тренировок мы делаем ОФП, физическую подготовку на суше, после второй тренировки у нас ужин, после ужина у нас также перерыв где-то часик, у нас будет растяжка, медитации, общение с чемпионами, тренировка, передача опыта, и отбой. Также у нас будут выходные дни, полностью как выходные дни, также у нас не бывает вечерней тренировки, мы даем отдых спортсменам, мы то есть смотрим на их состояние. Да, если мы указываем, что две тренировки в день, это не значит, что это должно быть прям абсолютно каждый день, это может меняться, потому что мы действительно смотрим по состоянию каждого спортсмена, в состоянии ребенок сейчас повторить вечернюю тренировку, потому что мы у нас с бою работаем не только как над техническими качествами наших спортсменов, и спортсменов, которые к нам приезжают, но и также развиваем все качества, и не важно вы спринтер, стайер, умеете ли вы только комплексом плавать, так как мы, я вообще рекордсменка России, действующая на дистанции 400 комплекс, я могу сказать, мы можем спокойно, и Дмитрий Витальевич, чемпион неоднократной России, и участник чемпионатов мира и Европы, именно тоже на комплексе, то есть мы можем развить любой стиль, и неважно, вы спринтер, стайер, даже дальнобойщик, к нам даже приезжали триатлонисты, недавно просились, конечно, синхронное плавание, но мы пока сказали, что мы этим немного не занимаемся, но есть хороший толчок для развития, может быть и такую откроем секцию, вот, также я повторялась, говорила, что к нам могут приезжать и записываться дети с ограниченными возможностями, вот, у нас есть большой опыт работы с такими детьми, и нам, причем очень нравится, и нам ничуть не сложно с такими детками работать, потому что мы заряжаемся огромной энергией, вот этим радостью и счастьем, потому что мы видим, как дети получают огромное удовольствие от тренировок, огромное происходит общение всей команды, даже вот на предыдущих сборах весенних, у нас есть постоянная спортсменка Татьяна Тулисова, вот, она у нас, да, с особенностями, со слухом, и она даже наших девочек, нашей школы учила своему языку, то есть это очень классно, когда у нас нет такого, что если немножко ребенок особенный, что он будет один, и он будет брошен, нет, мы как команда нашей школы, мы так и команда, когда все вместе на сборе, вот, у нас идет постоянная поддержка друг друга, даже если какой-то, вот мы рассказывали, происходит конфликт у детей между другом, мы никогда не оставим это просто на так, что дети будут сами это решать, нет, мы, как и говорили, мы обязательно из минуса делаем плюс, и обязательно с наших детей обратно подружим, обратно все объясним, и конфликт обязательно будет исчерпан. У нас, конечно, и был опыт, был опыт с родителями такой, который проходил, да, не было, недопонимания, но мы сейчас исправили все эти ошибки, вот, и стараемся уже полностью родителям все объяснить, которые, некоторые родители отсылают детей, как мы тоже говорили на прошлом эфире, просто либо потусоваться, либо просто пофотографироваться с чемпионами, и побалдыхаться, то есть это на самом деле не на наши сборы, потому что многие уже... То есть неправильная цель сбора. Да, это неправильная цель сбора, многие уже отмечали, многие-многие, кто к нам приезжали на сборы, что действительно, попадая к нам, они попадают на спортивные сборы, не на какие-то развлекательные там тусовки, потому что это вы, в принципе, можете получить любых других школ, в школах, поэтому если к нам, то только за правильными целями, за корректировкой техникой... Да, вот, как раз сейчас вот Яна военно расскажет, вот, правильные цели сборов, какие вы должны вот ставить цели на наши сборы. Да, правильные цели, это действительно, если вы хотите улучшить свою технику, корректировка техника, опыт общения с чемпионами, общее физическое укрепление, развитие коммуникации, то есть общение с другими спортсменами, даже общение с другими спортсменами из других стран, опять-таки, с детьми с особенностями, вот, развитие самостоятельности. На наших сборах обязательно присутствует дисциплина. Никто после 10 часов, у нас нет такого, что пойдет гулять где-то, то есть у нас постоянно ходит администратор, практически до ночи, который проверяет детей, все ли с ними в порядке, даже если ребенок заболел, круглосуточно-медицинское обследование, то есть у вас ребенок будет полностью упакован, и все с ним будет хорошо. Да, хотел добавить то, что на этих сборах мы передаем свой чемпионский опыт, так как мы имеем, я имею московскую школу плаванию, Яна Валевна имеет татарскую школу плаванию, мы также вместе тренировались и в Америке у Деева Сава. Да, у легендарного тренера Деева Сава вместе с такими великими спортсменами, так же как Юлия Ефимова, Никита Лобинцев, то есть мы в одной команде тренировались полтора года у этого тренера, то есть у нас большой и американский опыт, и нам на самом деле очень нравится то отношение тренеров, которое именно преподает даже американская школа. Наша методика на самом деле не похожа ни на одну методику, уж в Татарстане я считаю точно, но я думаю и в России. Вопросов нет? Вопросов было, сколько стоит? По стоимости, пожалуйста, обращайтесь в Директ, на данном прямом эфире мы просто общаемся, это я получаю информацию по сбору, по стоимости, пишите, пожалуйста, личные сообщения. Да, потому что мы там расписываем не только стоимость, а полностью вообще все, что входит, все, что включено, сейчас это очень долго рассказывать. Кто мог бы дней, мог ли, не две недели. Да, и хотели добавить, так как уже 16-17 команда вылетает, то есть у нас тренер летит еще 18-го числа, то есть вы можете записаться и на короткий получается уже срок, а 1 июля уже команда из Баку вылетает обратно, то есть если даже нет у вас возможности приехать на две недели, мы в принципе будем очень рады, если вы даже недельный сбор посетите, потому что такого опыта, который вы можете получить от нас, я считаю, вы ни от кого не получите. Еще вопрос, как можно лично попасть на тренировки Анна Валерьевна? Вы по всем вопросам персональных тренировок, групповых тренировок, переходов в школу, записи по сборам, вся информация у нас указана, все телефоны, сайты, номера есть в инстаграме, есть на сайте, поэтому вы можете, это все доступно, можете спокойно позвонить, если кто стесняется написать, есть имейл, мы также подробно вам все расскажем, покажем и так далее, объясним. Когда можно будет приступить к тренировкам? Да, пока слушают просто, вопросов нет. Вот, что еще можно добавить? Вот, еще бывает, часто спрашивают на сборы, для чего нам нужны, для чего нужны психологи на сборы. На данном сборе у нас психологи-педагоги. Ну вот как раз уже написали правду, спрашивают. Да, вот, у нас психологи-педагоги, мы ведем образовательную деятельность, вот, мы, как мы, как я, как наши тренера, мы обучаем технике плавания и все физические качества повышаем на воде, также у нас мы развиваем свои личностные качества и, так сказать, мозги. Вопросы, отдадите своих спортсменов сборную России? Ну, это, как сказать, отдадим ли ему сборную России или нет, это неправильно сказано. Задал вопрос, то есть, может, попадаешь. Если ребенок заслужит попадание, то есть сборную России, если вы думаете, что просто так попасть, захотел или там заплатил попасть, нет, это только огромным трудолюбивым путем, кровью и потом ты попадаешь в сборную России, потому что там выполняют только нормативы. Туда вы просто так не попадете. Если наши дети попадут в сборную России, выпадут норматив, мы будем безумно счастливы и мы на это нацелены. Да, то есть мы будем уже включены в сборную России. То есть не то, что они будут тренироваться только со сборной России, и то, что мы отдадим. Они будут включены в сборную России, будут ездить на соревнования со сборной России. Ну, естественно, именно тренировочный процесс, и все тренера, это будет только исключительно нашей школы, потому что другим тренерам мы бы не доверили своих детей. Вот. Так, что бы еще хотелось дополнить, что расписание, да, я говорила, на сборе может меняться. Да, несомненно, вот много очень вопросов задают, как мы уже говорили, для чего нужны наши психологи на сборе, для чего нужны психологи, для родителя. Вот. Это, несомненно, развитие, наши психологи формируют личность. Вот. И опять-таки мы рассказывали, что делают из минуса плюс, объясняют, как выходить из конфликта, чтобы ребенок уехал довольный со сбора, даже если у него что-то не получается. То есть на наши сборы у нас есть разные пути, есть дети, которые даже буквально только в школе у них проходят соревнования, кто-то уже на всероссийском уровне выступает. То есть мы, у нас нет такого, что мы боимся работать, или работаем с каким-то одним направлением. То есть я говорила, к нам и триатлон приезжали, вот, и были дети, которые даже просто для интереса, вот им хочется пообщаться, получить опыт, развить свои силовые качества даже, и даже занять медальку какую-то у себя в школе, это тоже хороший и правильный путь. Правильная цель. Да, правильная цель. И есть кто хотят выполнить мастер спорта, и таких у нас на самом деле очень много уже было ребят, которые приехали именно к нам на сборы, и потом на последующих соревнованиях выполняли и мастера спорта, и кандидата мастера спорта, а кто-то даже отбирался уже на чемпионат России. Многие дети, которые тренировались в течение года, вот этого года, отобрались на веселый дельфин. Они, это наши подопечные, и они блестяще выступили на веселом дельфине, когда, можно сказать, год назад они даже и не мечтали об этом. Вот еще про, сейчас вы сказали про правильные цели, еще про неправильные цели. Не сказать то, что многие приезжают на сборы потусоваться, либо же после сбора сразу же показать мгновенный результат, там с первого взрослого разряда сразу стать КМСом или мастером спорта. Нет. То есть здесь плановый труд, все, то есть неправильные цели. Если вы систематично выполняете нашу работу, то, что мы вам говорим, то, что, как вы берете нашу методику, все ли вы слушаете на тренировке, потому что многие, да, детки приезжают и думают, что достаточно один день послушать, а в последующие дни ничего не делать и не слушать, то да, тут результата можно не ждать. Если вы попадаете в систему, вы должны работать в системе ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно, вы должны выполнять то, что вам дает ваш тренинг. Если вы попадаете к нам на сбор, да, то есть ежедневно выполнять те пункты, которые мы вам даем. И тогда, соответственно, мы можем, да, сказать, мы отвечаем за свой результат, если вы выполнили абсолютно все. Вот. Но даже некоторые, кто у кого, я не говорю, что может и не получаться, да, потому что ребенок может быть непривыкший к такой работе, может не сразу поймать эту технику. Все равно мы тоже стараемся все это ежедневно объяснить, поддержать ребенка, потому что, смотря какие ребята приезжают, и дети... Очень странно, что тренера не могут объяснить и замотивировать ребенка. То есть дети приезжают настолько опустошенные и говорят, что у меня никогда в жизни ничего не получится, и я никогда не выиграю ни одной медали, и потом после сбора у нас только человек меняется. И, как говорят, у него дело все в голове. Да, и говорят, у него дело все в голове, решай сам. То есть ребенок приходит домой, садится и вроде огромное желание, а ребенок... Ждет ответов на вопросы, они получают. Да, и ничего ребенок не может сделать. Вот для этого нужны наши профессиональные психологи, которые любую вашу мелочь, любую вашу вопрос, любой абсолютно вопрос готов ответить, потому что вы даже можете, на самом деле... Это не то, что можете, нужно обязательно нам сказать, если вы к нам едете на сборы, или если собираетесь, сказать какую-то, может быть, особенность вашего ребенка, которую вы, возможно, стесняетесь сказать. Мы из того контингента людей, которые никогда это не вынесут на обозрение или обсуждение с другими детьми. То есть у нас все строго конфиденциально, то есть у нас даже были детки, которые ноги ходили ночью, бывало, что могли вунатить. То есть мы вот это вот... Да, что мы вот это все контролируем, то есть не нужно стесняться, допустим, это говорить, какую-то особенность вашего ребенка. Мы в любом случае найдем решение для этой проблемы, если вы действительно нацелены поехать и очень хотите, чтобы у вас все получилось. Пока слушают вас, вопросов нет. Пока слушают. Скажем, то что. Так, что бы еще рассказать. Может кто-то интересует их из вашей истории детства, так как дети. Расскажи, да, вот, может быть, Ляновая, расскажи про свой опыт. Как, помнишь, как ты и на последнюю, может быть, олимпиаду отбиралась? Как у тебя это получилось? Ну, на последнюю олимпиаду, когда я отбиралась, это было... Как раз таки ты и работала, да? Да, как раз таки мы работали с нашими психологами, вот. Ну, как все произошло? Я не знаю, вот, я как-то вышла, и у меня так все получилось, что я даже ничего не поняла, что произошло, и результат был настолько великолепный, и это был отбор на мою третью олимпиаду. Я, как всегда, стандарт в сборной России, самая первая. У меня самая первая дистанция, самая первая отобралась. То есть, на самом деле, это незабываемые, да, ощущения. Мы уже работали с психологами. Да, и на самом деле, если бы мы начали работать с нашими психологами намного-намного раньше, то я не боюсь заявить, что я в любом случае была бы призеркой олимпийских игр, но много было вот таких нюансов, много ошибок, которые допускали и наши тренера, и кто-то, может быть, люди, которые находились рядом с нами. То есть, сейчас мы делаем все возможное для наших спортсменов, чтобы не допускать этих ошибок. То есть, мы именно отталкиваемся, да, именно отталкиваемся от своего огромного профессионального спортивного опыта, а я считаю, что это очень важный элемент, потому что многие тренера просто, например, могут выучиться на педагога, просто захотеть стать тренером по плаванию, да, это хорошо, но у нас есть такой большой плюс, что мы именно отталкиваемся от своего огромного великого опыта. Да. А надо готовиться к соревнованиям? К соревнованиям? Надо ли готовиться к соревнованиям? Конечно же, надо готовиться к соревнованиям, как и... Подготовка вообще к соревнованиям, это вообще отдельное русло, то есть, есть какая-то начальная подготовка, то есть, это когда ты только вливаешься в сезон, потом, на самом деле, это такой ежегодный план, который нужно расписывать, и нужно расписывать каждое соревнование, и готовиться можно, смотря, если основной, конечно, старт, то да, к нему вы подводитесь, четко к нему, а есть, конечно, проходящий старт. Ну, мы тоже из проходящих стартов мы ищем свои цели, задачи, черпаем. Это, естественно, как готовиться к соревнованиям нужно, это даже как походу в школу. Вы встали, оделись, позавтракали, пошли в школу. Тут то же самое. Как в школе, экзамен, да? Встали, размялись, взяли свои мысли, навели в правильное русло, чему мы и учим, и поплыли вперед. Вот. Такого вопросов нет. Ну что, про наших спортсменов может расскажем, то что мы наших спортсменов заставляем изучать биологию, физиологию, чтобы они знали все вот эти процессы, что они должны знать биологию на пять, чтобы они понимали все эти физиологические процессы, как это работает, когда у спортсменов легче понимать себя, и как он тренируется, и почему у него бывают спады, подъемы. Это мы тоже вот все объясняем. Да, то есть в нашей школе идет формирование не только олимпийских чемпионов, но и личности, которая просто будет даже хорошим человеком, тем человеком, который будет дарить благо не только свое, но и всеобщее. Так, совсем нет вопросов? Все, пока нет. Да, но я хочу закончить тем, напомню, что билетов остается очень мало. 18 июля, все крайний, это крайний день, то есть билетов может не хватить абсолютно. Это кто и сказал. Да, но вы можете привезти ребенка, то есть сбор начинается в Баку, в ближайший июнь, с 16 июня по 30 июня, либо с 16 можно остаться до 1 июля, потому что команда, второй состав, вторым составом вылетает 1 числа, 1 июля. Поэтому торопитесь, вы можете привезти ребенка, проживать с своим спортсменом там, либо проживать отдельно, то есть берите с собой мужа, детей, у нас уже все с семьями едут. Вот, то есть вы можете жить отдельно в номере, ваш спортсмен, ребенок будет жить с другим спортсменом. Если вы волнуетесь, что он немножко, как не получится у него, или он немножко стесняться будет жить с другим спортсменом, можете спокойно проживать с своим ребенком. Вот, либо посадить ребенка на самолет мы его там встретим вот у нас огромное количество педагогов вот так что не переживайте ждем будем рады вот и и очень ждем потому что нам самим безумно это интересно мы получаем огромное удовольствие от работы с вашими детьми спасибо за внимание будем выходить еще всем спасибо если у вас будут вопросы звонить любой мессенджер телеграмм или почта так начали завершить нужно жить чтобы сохранить